В здании ресторана Чингисхан сотрудники вневедомственной охраны задержали нетрезвую хабаровчанку, которая устроила дебош в заведении, а после еще и выбила стекло в патрульном автомобиле. В заведение полицейских вызвали сотрудники службы безопасности, когда клиентка вместо оплаты счета устроила скандал и начала бить посуду. Взяла спиртное, выпила, ну видимо перебрала чуть, а потом просто отказалась платить. До нее подошел охранник, сотрудник охраны, попросил расплатиться, но она как бы начала отказываться, начала бить тарелки, порезала себе руку, не знаю специально или нет. Начала просто ходить брызгать кровь, пошлать всех матом. По словам сотрудников ресторана, эта барышня сюда приходит не впервые, почти каждый раз со скандалом. В этот вечер посетительница задолжала около 3000 рублей, включая разбитую посуду. Оценив состояние клиентки, директор не стала настаивать на возмещении ущерба, лишь бы хулиганка перестала бросаться на других посетителей и заливать кровью интерьер. Ей отдали верхнюю одежду и попросили покинуть ресторан, но не тут-то было. Разгоряченная спиртным, горожанка настойчиво лезла в бутылку, оскорбляла отдыхающих, иных даже приходилось удерживать от раздачи давно заслуженных оплеух. Эти показательные выступления даже сняли на видео. Че ты снимаешь? Че снимаешь? Дебош записали и камеры видеонаблюдения, установленные в холле ресторана. Успокоить скандалистку попытались полицейские, но она устроила бокс. В итоге дебоширка оказалась на полу, а потом и в наручниках. Хулиганку вывели на улицу и посадили в патрульную машину. Но и там она продолжала буянить. Извернувшись на заднем сидении, задержанная ногами выбила стекло. Были посланы за горизонт и врачи бригады скорой помощи. От перевязки барышня категорически отказалась, обложив непечатным текстом и медиков. Креативный отдых окончится возбуждением уголовного дела за нападение на сотрудников полиции и умышленную порчу казенного имущества. С места происшествия Надежда Томченко, Евгения Куликова и Павел Рогатин.